Я хочу начать этот эфир с темы, которую я поднимал в нашем прошлом эфире. Я тогда говорил про Шамиля Басаева, говорил о его значимости в нашей войне, в нашем сопротивлении, что после смерти этого человека сопротивление уже было совершенно другим, что не было таких значимых военных операций после смерти Шамиля. И после этого я получил некий отклик на эту тему, и некоторые люди высказывали недовольство, что я как-то возвеличил Шамиля и тем самым принизил остальных наших лидеров, героев, участников войны. Я бы хотел немножко раскрыть эту тему, пообщаться с вами об этом. Дело в том, что я, конечно же, ни в коем случае никак не умоляю достоинства других наших амиров, полевых командиров, лидеров, но при этом мы никак не должны принижать достоинства одного или не говорить о его каких-то достоинствах, считать, что это как-то принизит остальных. В то же самое время мы с вами должны определять значимость в этой войне, в этом сопротивлении отдельных личностей. И люди могут быть на своем каком-то людском уровне, на уровне, допустим, государственного чина, который они занимают, они могут быть, допустим, равными. Но вот по количеству вклада, внесенного ими в эту войну, вот этот вот вклад у них может быть разным, понимаете? И это не сделает того, кто меньше вклада внес в результате, возможно, потому что он погиб раньше времени. Может быть в результате того, что он был не на той позиции, где он мог бы вкладывать там больше, понимаете? То есть это не сделает его хуже. И это мы ни в коем случае мы никак его в этом вопросе не принижаем. Поэтому я бы хотел определить вот значимость Шамиля Басаева именно в военном плане. Вот наше сопротивление с Шамилем и без Шамиля, это совершенно разные два сопротивления. И у нас нет никого другого, вот такого вот военного именно Амира, большого военного генерала, чья бы смерть так сильно повлияла на это сопротивление. При всем уважении ко всем остальным, при всей нашей искренней любви к ним, понимаете? Но вот именно этот человек был тем самым изменяющим, да, вот этот вот стиль этого сопротивления, то есть той самой значимой фигурой. Вот о чем я хотел сказать в своем прошлом выступлении. И я еще раз эти слова свои подтверждаю, да, при всем, при всей любви ко всем остальным, но Шамиль Басаев именно в военном плане, он по своей значимости превосходил всех остальных. В этом нет никакого сомнения. При этом, да, у него, конечно же, бывали и ошибки. Он, конечно, совершал какие-то ошибки. Некоторые его акции, лучшего их, конечно, не было. Мы с этим согласны, как, например, Беслан. Однако, то, что колоссальное количество успешнейших операций, военных операций, было произведено при непосредственном руководстве и планировании Шамилем, в этом нет сомнений. То, что именно при Шамиле Басаеве происходили такие самые значимые резонансные какие-то операции, в этом тоже нет никаких сомнений. Мы с вами не приведем ни одной другой фамилии, кто делал бы нечто подобное так много и так часто. Причем Шамиль начал это делать еще до начала войны. Шамиль еще до того, как Россия вторглась в Чеченскую республику с войной в 1994 году. Шамиль, по-моему, это было в 1992 или 1991, угнал самолет, угнал самолет и приземлил его в Турции. И эта акция, хотя ее изначально вообще делал не Шамиль Басаев, это были вообще другие люди, кто это, он просто как на поддержку им был туда послан, однако уже в процессе самого этого акта управление, командование этой операции взял на себя Шамиль, потому что он оказался наиболее такой достойный того, чтобы командовать, управлять этим процессом. Для чего это было сделано? Это был период времени, когда не было, не то что интернета, не было СМИ, это вот только рухнул Советский Союз, еще нет вот этой журналистики такой в привычном виде, хотя сегодня, наверное, в России уже нет, опять нет этой привычной журналистии. Но тогда еще, понимаете, ничего такого нет, и чтобы вот этот вопрос нашей независимости, чтобы его вывести на мировой уровень, нужно было заинтересовать СМИ, мировые СМИ. И вот для того, чтобы СМИ обратили на это внимание, мир на это обратил внимание, что маленькую республику, ее хотят всячески подавить, что право на самоопределение чеченского народа, этого права нас хотят лишить. Уже тогда, понимаете, происходили все эти процессы. Спецназ у нас там высаживался, благо ничего у них не получилось, всячески оказывались давление, оппозицию финансировали, это все-все-все уже тогда происходило. И вот чтобы обратить на это внимание, просто чтобы поднять шум, понимаете, в мировых СМИ, для этого было это сделано. И там не было никаких требований, о, выкупи там, чтобы денег дали, ничего подобного не было. Требование единственное было, обратите внимание, мы хотим независимости, и нам ее не дают. И действительно, после этого на Чечню очень серьезно обратили внимание. То есть я хочу сказать, что Шамиль, он всегда участвовал в таких очень резонансных операциях. Кстати говоря, именно после вот этого случая Шамиль уже вернулся национальным героем в республику. После этого он возглавил отдельный батальон или отряд. Только после этого произойдет Абхазия, наша война, Удионовская и так далее. А он уже на тот момент, еще до начала войны, он уже является таким национальным героем. Поэтому нет, понимаете, нет второй фигуры, которая бы по значимости именно в боевом смысле, в военном смысле, по количеству проведенных военных операций, успешно проведенных военных операций, срезонировавших военных операций, кто мог бы сравниться. При этом по личностным качествам, как храбрость, смелость, умение полководить, разбираться в военном деле и так далее. В этом плане, да, у нас, конечно, были такие личности. Дравные, я имею в виду, Шамилю. Но вот именно вклад в военное дело, то есть значимость в военном смысле, здесь, конечно, безусловно, первенство отводит Шамилю Басаеву. Да поблигуют их всех Всевышний Аллах, все они являются нашими героями. И те, кто были лидерами, как президенты политической личности, и те, кто военным, в смысле, были большими военными амирами, все они являются нашими героями. И те, кто был ниже рангом, там, какие-то руководители жамаатов, амиры жамаатов, которые также очень достойно ушли из этой жизни, отдали свои жизни в борьбе с врагом. Они все наши герои, всех их мы, безусловно, любим. Просто мы пытаемся анализировать, в военном смысле, мы пытаемся отдать должное этим людям. И в этом плане Шамиль, конечно, был ключевой фигурой в нашем сопротивлении. Шамиль, будучи раненым, потеряв ногу, лежа на носилках, управлял выходом. Вот та группировка, которая уходила из Шатоя на восток, с Шатоя две группировки уходили на запад и на восток. Кабу-пироп, который уходил на запад, она была под командованием Гилаева. И это вот та группа, которая в итоге попадет в Комсомольск, в село Комсомольское, Салатый Кудр. Там, по сути, в котел попадет, очень большие потери мы там понесем. Ну, это фатальная, на самом деле, была для нас, для нашего сопротивления была фатальная ситуация. Вот это вот одна группа ушла на запад, вторая группа, которая уходила на восток, вот этой группой, порядка там двух тысяч, да, по-моему, человек, управлял Шамиль, находясь на носилках, потеряв колоссальное количество крови, ногу. И он даже в таком положении, у кого-то бы находился над всем происходящим, у кого-то бы сверху с коптера смотрел и направлял, что делать. И сегодня те, кто там присутствовали, сегодня отдают должное. Они говорят, что, во-первых, мы не знали, что нам делать самими собой, вот в той ситуации, настолько было тяжело, все были отморожены, голодны. Люди, вот чтобы понимали, насколько они были голодны, они, одну из лошадей, которая, видимо, несла снаряжение, она была ранена при артиллерийском ударе, они ее, значит, зарезали, разделили это мясо, и там вот по маленькому кусочку досталось каждому сырое мясо. И вот так вот сырым это мясо они ели. То есть настолько был серьезный голод. Там какой-то костер разжигать, и не было возможности, потому что они могли бы быть обнаружены. Вот такой ситуации они не знают. Человек, бывший там, участник, ветеран этих событий, он говорит, я не знал, что делать самим собой. Настолько было тяжелое состояние. И в этом состоянии, без ноги, потеряв колоссальное количество крови, этот человек знал, что делать не только с самим собой, а со всеми нами. И он отдал приказ о штурме вот этого вот псковского десанта. И сегодня все те, кто там были, признают единогласно, что если бы они их не штурманули, то они бы понесли там потери. То есть Амир, понимаете, он был прирожденный полководец. Человек, который в экстремальной ситуации, какой бы тяжелой она ни была, он не терял самообладание, не терял возможность трезво мыслить. То есть он не испытывал какой-то растерянности. И это очень важное качество того, кто руководит. Вот он в этом плане, он был одним из самых, наверное, опытных в нашем сопротивлении. И именно поэтому после его смерти мы больше уже не увидели никаких операций наподобие той, что была проведена в Грозном, когда просто были в один вечер выставлены посты по всему Грозному. И это были посты нашего сопротивления. А эти кадыровские предатели, они не знали, что... Ну это, понимаете, время, когда внезапно тогда и они выставляли эти посты, у них тогда еще была знаменитая СБ, служба безопасности кадыровская. Они тоже так же выставляли эти посты. И когда они видели эти посты, они думали, что подъезжают к своим. Показывали удостоверение и, разумеется, моментально с ними вопросы решались. То есть вот такая вот, вот такой вот масштабной операции, когда сопротивление резко во всему городу выставляет посты, очень быстро отрабатывает и потом так же быстро уходит. И это такое просто влияние оказывает на врагов, что они потом на протяжении нескольких там недель, они просто высунутся, боятся из своих баз, понимаете? Вот настолько это значимо. Город на какой-то промежуток времени, они, враги, теряют контроль над ним, а наше сопротивление, наоборот, полностью хозяйничает в этом городе. Пусть на небольшой промежуток времени. Это демонстрация вот этой силы, возможности взять под контроль. То же самое было сделано и в Назрании. Когда так же был взят под контроль весь, вся Назрания была взята под контроль. Даже там РОВД взяли под контроль оттуда оружие трофейное. То есть много вот таких вот моментов. И после смерти Шамиля уже мы ничего подобного, конечно, не видели. В общем, в этом плане я это говорил. Нам очень важно правильно понимать подобные вещи. Не нужно к этому относиться как-то ревностно. Понятно, что есть какие-то предпочтения у всех. Кто-то там больше склоняется. Кто-то был там, допустим, в каком-то входил в другой отряд, другой батальон. У него какие-то предпочтения. Но это не должно нам мешать признавать превосходство или значимость этого же нашего товарища человека с нашей стороны, сражающегося за нашу свободу. Я так понял, Басаев в 91-м году угнал военный российский самолет? Нет, конечно, это был не военный. Это был пассажирский транспортный самолет. Это был не Басаев. Вообще изначально, как я говорю, эту операцию проводили вообще другие люди. Басаев просто был с ними. Но уже в процессе, когда самолет посадили в Турции, и была угроза штурма турецким спецназам, и начались переговоры. Вот в этот момент инициатива уже перешла в руки Басаева. То есть здесь он раскрылся как лидер, как человек, который... Вы понимаете, вот эта экстремальная ситуация, она выявляет этих лидеров, людей, которые трезво размышляют, не теряются. Они как моментально, как будто бы коптера поднимают, и начинают сверху за всем этим наблюдать, как будто они не участники этих событий. Мы с вами как берем карту, открываем и начинаем рассуждать. Вот отсюда идет наступление, артиллерия бьет российская, вот украинцы отсюда, хаймарсы. Мы такие прямо вот, ну легко как, удобно, на карте ты сидишь, и ты прямо вот все перед собой видишь, и ты как будто бы, как будто бы ты можешь сейчас вот раз-раз стрелки прочертить, и значит вопрос там решить с этой войной. А вот они это делают, находясь там, непосредственно вот в этих условиях, когда вот сейчас может что-то прилететь, ты можешь погибнуть, вокруг тебя все полыхает, взрывается, пули летают. Экстремальная ситуация. Теряются. 99% людей теряются в такой ситуации. И вот эти вот единицы, которые не теряются, они наоборот, они как будто бы в этот момент обретают это спокойствие полное, и начинают управлять. Когда такие люди раскрываются, ты им отдаешь это сразу, ты понимаешь, что ты не можешь с ними тягаться, что они превосходят тебя. Ты моментально отдаешь им это керенса. Давай, чувак, я доверил тебе свою жизнь, управляй, а я готов идти за тобой, и если надо, буду жертвовать своей жизнью. Субтитры создавал DimaTorzok